Добрый день, уважаемые зрители, слушатели программы «Бренд-лидера». Меня зовут Анна Измайлова, Стокгольмская школа экономики в России. У меня в гостях сегодня совершенно замечательный фасилитатор, бизнес-консультант и декан факультета корпоративных коммуникаций Европейской академии экономики и политики Елена Литвинова. Здравствуйте, Елена. Я рада вас приветствовать. Здравствуйте. Вы знаете, программа называется «Бренд-лидера», и я не могу не отметить, что вы являетесь безусловным лидером в поле фасилитации, бизнес-фасилитации. Давайте с этого и начнем, потому что очень многие компании и корпорации говорят о том, что сейчас происходит переход от тренингов, от обучения именно к фасилитационным сессиям. Как вы пришли к этому направлению и насколько вы видите его потенциал на рынке? Это очень интересная история, потому что в одно время я была директором, таким очень иерархическим директором в нулевых годах, и мне всегда хотелось, чтобы люди выполняли то, что я говорю. То есть я придумала, я пришла, сказала, и они делают. Но на самом деле по жизни так не получалось, и я стала задумываться, собственно, а почему, и стала искать различные методы. Сначала думала, может быть, как-то поманипулировать людьми, и вот тут возникло волшебное слово «фасилитация» и «фасилитативный лидер», то есть некое фасилитативное мышление тогда, когда ты снимаешь корону, приходишь к своим людям, с которыми работаешь, и начинаешь разговаривать, договариваться, слушать, слышать, и от этого получается энергия. И я так попробовала, когда была руководителем, и оно действительно полетело. То есть как руководитель вам это помогло в качестве инструмента, одного из инструментов лидера, для того, чтобы команда собралась и начала генерировать идеи и работать так, как вам бы этого хотелось в роли руководителя. Да, несомненно, так. Да. А вот на сегодняшний день, как фасилитатор, вы, когда продвигаете эти сессии, да, и предлагаете как продукт, как обрисовываете результат, который происходит в рамках этой сессии для руководства, для таких же лидеров, каким вы были? Я в первую очередь говорю, нужно ли вам, чтобы люди взяли на себя ответственность за то, что произошло на сессии, те результаты, планы, о которых договорились. И или это вы будете сами выполнять, ну и предпринимать какие-то усилия для того, чтобы люди продвинулись. Обычно говорят, да, мы хотим, чтобы люди взяли на себя ответственность, потому что мы и так, как руководители, очень много на нас уже ответственности, и мы через приказы, указы, регламенты уже не можем, ну, никаким образом им передать это. И это, наверное, первая история. Вторая – это то, что во время сессии, безусловно, возникает некая энергия группы, которая помогает самоорганизации, которая помогает потом и сопровождать вот те результаты, которые они приняли. И, естественно, они чувствуют немножечко их своими. А скажите, пожалуйста, вот мне очень интересно, как человеку, который работает в бизнес-школе, есть ли разница между результатом фасилитационной сессии, где люди дошли до идей самостоятельно, и обучающим модулем, например, где эти же идеи, возможно, им передал либо консультант, либо преподаватель, то есть им их передали извне, то есть они, ну, как бы их уже получили как продукт, да, как коробочку с инструментами. Вот в чём разница? Ну, я бы, наверное, сказала, что здесь есть принципиальная разница в изначальных установках, что когда люди собираются и говорят о задачах каких-то, которые нужно выполнить, на самом деле никто не знает точно, как нужно поступить. То есть каждый является экспертами, у каждого есть кусочек своей информации. И когда они на фасилитационной сессии разговаривают, то у них появляется коллективная мудрость, то есть они собирают в одну корзинку вот всё то, что они обсудили. А на учебных модулях преподаватель в первую очередь эксперт, да, и там нету такой неопределённости по решению бизнес-задач, как это бывает в бизнесе, там, или в социальных каких-то проектах, государственных каких-то задачах, где есть неопределённость, да, и, соответственно, это совсем другие методы, связанные с передачей знаний экспертных. Но, но, в последнее время очень много говорится о том, что люди наши образовываются, самообразовываются большое количество времени. И иногда бывает у нас, я думаю, точно так же, как и у вас, когда преподаватель выходит к аудитории или онлайн начинает работать с аудиторией, то аудитория 50 и более процентов тех знаний, она просто сама знает. И мне кажется, что сейчас вот эта позиция преподавателя, она немножко должна меняться вот в таких условиях, когда, ну, знания в принципе доступны, их можно изучить, прочитать, что-то ты знаешь, у тебя какой-то опыт есть. Позиция преподавателя организовать среду таким образом, чтобы ученики могли взаимообмениваться под этим опытом. И мне кажется, в этом вот есть такая наивысшая ценность преподавания, создание вот этой образовательной среды, когда можно друг об друга обстукаться, если можно так выразиться. Это очень интересный термин и концепция, потому что, если мне можно сейчас рассказать, я думаю, что вы мне позволите, у вас был длинный путь в фасилитацию. В частности, был такой шаг, когда вы были экспертом по бизнес-визуализации, даже получили сертификат о том, что этот термин закреплен за вами, также вы занимались agile технологиями и, наверное, продолжаете этим заниматься. Но вот сейчас, когда мы говорили о том, как мы будем вас представлять, мы говорили именно о фасилитаторе и бизнес-консультанте. Если мы обратимся к визуализации, потому что мне очень интересно, как все-таки вы пришли в путь, прошли, который позволил вам стать тем, кем вы являетесь сейчас. И о agile технологиях. Вот как эти ступеньки привели вас на то место, где вы сейчас находитесь? — Спасибо. Good question. На самом деле, визуализация изначальной, бизнес-визуализация, она же была интуитивная. То есть это тоже из потребности как-то по-другому обсуждать проблемы. Я все время рассказываю эту историю, это правдивая история, в 2008 году, когда в период кризиса нужно было с заместителями решить, собственно, чего делать. И никто не знал решения, а я в то время пыталась учиться рисовать. У меня были кисточки и гуашь в кабинете. И я была на крайней степени напряжения и сказала, так, всем кисточки, всем гуашь. И вот сейчас 10-15 минут каждый рисует и думает над тем, как поступить. И вот прям тишина. И сама тоже села рисовать. И после этого случилось какое-то чудо. То есть немножко ситуация начала разблокироваться. И тогда я в первый раз подумала в жизни о том, что ничего себе, оказывается, в бизнесе может помогать визуализация. Не на уровне того, что я сейчас визуализирую кучу денег, и она получится у меня. А по поводу того, что ты запускаешь процесс думания таким образом. И так постепенно я стала узнавать. И оказывается, это в мире давно используется. И получается, что используется в том числе на сессиях. И так как для меня визуализация, бизнес-визуализация, это в первую очередь визуализация для бизнеса и для команд, для групп людей, которые договариваются, это, естественно, графическая фасилитация. То есть фасилитация – это люди при помощи визуализации. Сейчас у меня ни одна сессия не проходит, чтобы там не было элементов визуализации. То есть для меня сейчас визуализация, она включенная в фасилитацию. И если заказчик говорит, мы не понимаем, зачем рисовать. У меня есть много аргументов, примеров и результатов других команд, когда я говорю, вот смотрите, вот этот результат мы бы не получили, если бы вот здесь не начали на другом уровне при помощи визуального языка начать разговаривать. Это вот такая история. А про agile, одно время мне было очень интересно, мы углублялись, расширяли понимание, каким образом, в частности, в госкорпорациях или в крупных компаниях, или в стартапах можно применять, или в компаниях, которые и в командах айтишные. И я для себя сформулировала, что там невозможно быть без фасилитации, и это общепризнано. И решила сфокусироваться в первую очередь на том, что мне интересно. Потому что, мне кажется, любой человек, если он будет заниматься всем, то значит, ты занимаешься всем и ничем. А когда ты начинаешь заниматься и углубляться в то, что тебе интересно, то тогда ты принесешь большую пользу. Для меня интересны люди и их энергия. А энергия, которая в бизнесе рождается, это вот в фасилитационных сессиях. И, соответственно, да, для компаний, которые в такой неоднородной в хаос среде, может быть, растут, значит, для них одни сессии, для компаний, которые более строгие, для них другие сессии. Но, в любом случае, для меня эта фасилитация, я обычно говорю, она везде. То есть мы живем даже в процессе фасилитации и каким-то образом генерируем мы энергию идеи путем взаимодействия, видимо. Да, это правда. Правильно. Спасибо большое, это интересно. А вот мне все-таки бы хотелось продолжить линию «Зачем?», да, когда руководитель задает вопрос, зачем, Елена, мне вот в фасилитации рисовать, зачем мне рисующие люди, зачем, в принципе, я это все должен представлять, когда мне нужны конкретные решения, как повысить продажи, как сохранить расходы, почему я должен вот эти плакаты заполнять, когда у меня совершенно четкий план, да, который сотрудники не выполняют, и что мы можем с этим сделать? Вот как бы вы ответили на это? Потому что лидеры, которые сидят на вашем месте, которые участвуют в этой программе, очень часто именно такие вопросы издают. И мне бы хотелось понять, как же с этим работать и как вам это удается сделать? Зачем это все делать? Я обычно говорю, вот если у вас все хорошо, и вы текущими инструментами, регламентами, процедурными какими-то вещами можете решить свои проблемы и задачи, значит, вам не нужна ни фасилитация, ни изменения, и, как говорится, продвигайтесь. И если у вас есть решение, и его выполняют, вот я бы, наверное, еще раз, может быть, повторила и вернулась бы, да, есть решение у руководителя, его выполняют, все хорошо, ничего не нужно делать. Но если есть решение у вас, а люди не выполняют, или вы не уверены вообще, что вы знаете, как поступать, то вам неминуемо нужно посоветоваться как минимум с людьми, которые у вас работают. Это первое. А если все-таки они должны это выполнять, то, соответственно, они это и должны разрабатывать. Да, утверждая у вас какими-то этапами, то есть там в зависимости от задачи. И чаще всего, вот, очень категорично люди говорят, зачем, это те, которые, ну, в чем-то еще не дозрели сами, им кажется, что у них, только у них есть ответы на все эти вопросы, и только они обладают мудростью менеджерской, какой-то уникальным знанием, съездившие на 35 форумов, только они это могут сделать. Иногда я говорю, ну, значит, вы еще не дозрели до этого. И можно, конечно, прийти и постараться, ну, сказать, ага, как бизнес-консультанту, сказать, так, вот здесь вот поправьте, вот здесь поправьте, здесь поправьте. Я так не работаю. То есть я в первую очередь фасилитатор, и когда нужно, мы подключаем консалтерские функции с точки зрения выстраивания цепочки бизнес-процессов, когда между подразделениями, когда понятно, что договоренностями и поддержкой, потом итерациями команд никаким образом не решить эту проблему, это вообще в другой сфере лежит решение, да, именно там в операционных процессах, тогда мы уже идем в консалтерскую историю и уже разбираем по-другому. Но при этом тоже используем фасилитацию, да, когда люди начинают выгружать на большой холст, а каким образом у них происходит вообще процесс, да, и тут у нас и визуализация, и у нас и фасилитация. И тогда они в какой-то момент говорят, о, так точно, у нас вот здесь, вот нужно вот здесь это поправить. Это прям визуально начинает быть видно, что у них задваиваются функции какие-то. Здорово. А знаете, вот вы так замечательно рассказываете, вдохновение чувствуется в том, что вы делаете. Вот скажите, пожалуйста, отличаются ли чем-то лидеры от простых менеджеров? Потому что для меня всегда лидер – это нечто большее, да, чем просто руководитель, чем просто управление. Нет, ведь лидер всегда невозможен без команды. И вы как руководитель сами в прошлом, и сейчас вы, безусловно, тоже руководите людьми, только в несколько, видимо, другом ключе. Вот как бы вы охарактеризовали, может быть, заказчиков, лидеров, которые вам действительно кажутся лидерами и таковыми являются? Есть ли разница между лидером и менеджером? Лидер. Кто для меня лидер? Ну, наверное, тот, который обладает видением, таким очень высокого порядка видением. Зачем вообще смысловым, ценностным? Зачем вот мы все здесь? Зачем тот бизнес, которым я руковожу, или которым помогаю, или который я создавал? Зачем это? Это видение. И умение донести это видение и вдохновить людей вот этой вот концепции своей. Без этого точно для меня невозможен лидер, и невозможна история, связанная с бизнесом. Второе. Лидер для меня тот, который понимает, что команды, которые находятся у него внутри, они, в них есть энергия, и в них есть, ну, какая-то такая скрытая потенциальная сила, которую, может быть, он еще не открыл, но это его поддержка. То есть это вот его основа, люди, которые в командах находятся, их взаимодействие, такая подушка, которая его как лидера поддерживает. А менеджер для меня, это такая третья составляющая только, вот только про это, хотя у лидера это тоже должно быть, это процедурные вещи. То есть когда менеджер говорит, так, нужно вот так, 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 так сделать, значит, вот это сюда, это туда, я знаю, и делайте вот таким образом. Вот вам регламент. Для меня вот это менеджер. То есть это управление какими-то процессами без взаимодействия, без вдохновения, без видения, без объединения вот всей вот этой вот энергии, которая есть в компании. А вы лидер, Елена? Я думаю, да. Давайте поговорим про ваш бренд тогда, потому что для меня это всегда очень важно, как человек себя позиционирует на рынке и кем он на рынке является. Потому что бренд это все-таки, во-первых, про ценности обязательно, про ценности самого человека и ценности той аудитории, к которой он идет и к которой он приходит. И вы знаете, я просто давно наблюдаю за вашей карьерой, за вашим творческим таким подъемом. Да, я не побоюсь этого слова, потому что я действительно вижу, что рост есть, и он из года в год становится все сильнее и все насыщеннее. Так вот, если говорить о вашем бренде, как о бренде фасилитатора, например, или о вашем бренде, как о бренде декана факультета корпоративных коммуникаций, это два разных бренда или вы гармонично сочетаете все в одном бренде на рынке? Я не знаю, как смотрится со стороны, но для меня это одно и то же. То есть есть я, есть мое понимание мира и понимание людей, с которыми я хочу, могу работать и для которых я готова работать. И есть понимание того, что я хотела бы в этом мире, наверное, изменить, и как этот мир улучшить. И как фасилитатор я помогаю людям формировать сообщества бизнесовые, договариваться пусть даже на каких-то срочных вещах, а как декан для меня важно, чтобы у нас было сообщество на факультете, сообщество практиков, которые друг друга взаимодополняют с одной стороны, с другой стороны усиливают, и такая наша, наверное, общая ответственность за бренд факультета. Да, в том числе. Например, вот, кстати, недавно мы где-то месяц назад сделали группу, я сделала группу в Фейсбуке «Фасилитатор фасилитатор». Это был вот прямо порыв, может быть, кто-то будет говорить Литвинова, очень долго, значит, думала стратегически, это решила, но можно так говорить. Я так и думала. Да. Нет, вот в какой-то момент я поняла, что это нужно сделать, что вот это то, чего не хватает тем людям, с которыми мы взаимообмениваемся как фасилитаторы, как профессионалы, а рынок развивается, да, и нужно, чтобы это сообщество было не продающим, вот без всяких прямых продаж, то есть там каждый человек имел возможность себя спозиционировать, как эксперта, кому-то что-то посоветовать, где-то оставить комментарии, где-то, может быть, даже спросить советы, и это не зазорно, и чтобы не было такого, значит, я там приглашаю вас на тренинг, и поэтому вот это у нас наше, собственно, сообщество существует. Я за этим очень с коллегами очень сильно так слежу, чтобы у нас сообщество развивалось. Вот сейчас прошло пять недель, у нас 600 человек, мне кажется, что это прям результат. Я не знаю, откуда пришли эти все люди, потому что было, естественно, что в первую неделю мы приглашали, это где-то было 100-120 человек, кого-то пригласили своих, нам понравилось, мы начали публиковать свой опыт, и дальше стали приходить люди. И для меня это вот как раз вот то, что я хочу вот в этом мире создавать, чтобы были сообщества людей, которые бы помогали друг другу, потому что продвигаться дальше в одиночку, ну, правда, невозможно. И вот, кстати, возвращаясь к лидеру, к руководителю, да, вот когда он поймет, что он не может продвигаться в одиночку, тогда он будет вот эту бизнес-сообщество, если можно это так называть в компании, он начнет формировать, а формировать можно только при помощи фасилитации, фасилитативных техник, ну и, соответственно, трансформации своего мышления, что ты не только сейчас уже не указываешь, а ты готов слышать, да, ты не знаешь как, да, но ты знаешь куда, и, соответственно, ты готов людям это передать, и вместе с ними вот этот путь пройти, обсудить и так далее там с какими-то границами. Ну и, собственно, возвращаясь к сообществу, мне кажется, что у нас будущее за сообществом, профессиональными, вот хорошими, не номинальными, а хорошими, когда выстроены отношения, да, всякие есть какие-то недопонимания, но всегда можно сесть и поговорить. Да, вот спасибо большое за это, это замечательная идея, и я действительно как сама участница этих групп в Фейсбуке вижу, что они сделаны с душой, и вы вкладываете туда и энергию, и свою экспертизу в том числе. Вот как бы вы охарактеризовали успешное сообщество, потому что это сейчас вертится в воздухе, и тренды есть в этом направлении, ну что надо, чтобы быть успешным именно в создании сообществ, потому что их же много. Как выбрать, как мне, например, как руководителю выбрать, где я хочу быть, на что я хочу тратить свое время, почему я должна быть там? Ну, я думаю, что выбор все равно, он происходит интуитивно, ну я в это верю, да, возможно, у кого-то очень рационально, кто-то расписывает, но я верю, что это интуитивно, на уровне ценности, да, это в первую очередь, и если у сообщества есть хорошая основа идеологическая, которая откликается у большого количества людей, тогда люди придут в это сообщество и будут его поддерживать. А второе, наверное, вот это такой первый рецепт про хорошее сообщество, то есть идеологическая основа, да. Второе – регулярность действий. То есть как бы ни было слово «сообщество» такое обманчивое, что значит мы такие самоорганизующиеся, и каждый делает, что хочет, все равно нужно помогать людям в этом сообществе высказывать свои хорошие намерения, помогать друг другу и создавать вот эти рамки процессов, соответственно, предлагать им те или иные активности, если это вот такое сообщество про активности, да, в том числе, и какие-то из них взлетят, какие-то не взлетят, нужно быть совершенно спокойным к этому. И, наверное, важно, чтобы лидер сообщества относился к нему не как к своей собственности. То есть это такое вот, как бы ты ребенка родил, да, и у тебя были какие-то свои задумки, но разрешить ему развиваться так, как оно получится. У тебя есть люди, которые в том числе поверили тебе и сообществу, и сейчас есть те, которые у нас, кстати, в группе, у них прям значок, Фейсбук присваивает, называется «Основатели сообщества». Я думаю, что же такое? То есть я администратор, а не основатели сообщества. Это те люди, которые пригласили максимальное количество друзей сюда. Это значит, что они увидели ценность. Я же их не просила об этом, а они там пригласили кто-то 50 человек, кто-то 70 человек, кто-то 30 человек. То есть разное количество, но вот у нас есть 5 человек, у которых значочек – основатели сообщества. И я сначала думаю, интересно, как это для меня, а потом думаю, а для меня это ок. То есть это вот тоже такая важная история для тех, кто создает сообщество. Вот разрешить жить своей жизнью, помогая и развивая. И может быть даже они будут не такие, как ты изначально планировал. Это тоже нормально. То есть отпускать многие процессы, просто отпускать. Вот это же очень тяжело иногда бывает, и лидеру в том числе, когда он создает, строит, вот как книга «Good to great», да? Когда вот люди создают компании, и идеи свои воплощают в этих компаниях, очень сложно отдать, делегировать и отпустить. Вот очень хорошая была у вас метафора про ребенка, когда ребенка родил, и даешь ему, в общем-то, право выбора, отпускаешь. Вот как этому научиться? Ведь это же очень сложно. Это легко сказать «отпусти», но как? Как отпусти? Ну, я с собой разговариваю. То есть это такая… Не могу сказать, что это медитация, потому что я думаю, это мой, ну, один из шагов, которым я должна научиться. Я хочу этому научиться, да, медитативным практикам. Но тогда, когда ты с собой проговариваешь, ну, какие-то вещи, что оно вот такое. А вторая история, мне один мудрый человек сказал, «Ну, а зачем ты это вот переживаешь за это?» Ну, ты просто дай выстояться. Вот не отвечай прямо сейчас, вот как тебе хочется, ну, вот если ты вспыльчивый человек. Дай вылежаться задачи, проблеме, вопросу. Если ты думаешь, что как-то вот, может, ты сейчас не так ответишь. Вот у тебя внутри там всё закипело. Да, да, да. И я начала останавливаться. Так это же своё, собственное, сделанное. Как же его можно вот так отпустить? Ну, через два часа или через два дня или ответ придёт. Или ты найдёшь слова, как сформулировать. Человеку, который, может быть, не до конца понял, ну, вот про то же сообщество «Фасилитатор-Фасилитатор», не до конца понял концепцию, найдёшь слова, спокойно поговоришь в мессенджере. И человек понял, и после этого сделал такой пост, что там он получил очень много, ну, большое количество лайков, и люди там его перепостили, и так далее. То есть, ну, нужно разговаривать. То есть, людям нужны люди. А тебе тоже эти люди нужны так же, как и ты им. И вот этот процесс коммуникации, как ты сможешь выстроить, не разжигая огонь внутри себя, мне кажется, это очень важно. Это, безусловно, важно, и этому нужно учиться. То есть, это очень сложно сделать. И то, как вы об этом говорите, звучит легко. На самом деле это не так, потому что это безумно сложно. Это безумно сложно, это правда. У меня ушли прямо годы, и не могу сказать, что я сейчас достигла какого-то совершенства. Но если сравнивать меня текущие и меня 10 лет назад, вот как раз 2008 год был, очень были тяжёлые времена в бизнесе, ну, я не знаю, я в десятки раз выросла. Вот с этой точки зрения. И есть люди, вот из того периода, они подтверждают, что я стала другая, спокойная, мудрая, как бы себя не перехвалить, но оно стало другое. И искренне кто-то из молодёжи говорит, господи, как приобрести-то вот это, чтобы не реагировать на всё. Ну, я обычно говорю, у вас свой путь, вот вы правда это пройдёте. У меня с дочерью точно так же. В какой-то момент, как бы ты в подростковом возрасте не ругался, не говорил там, вот чтобы вот как-то в какой-то момент, я сказала, ну, у неё же свой путь. И вот тогда, наверное, вот это самое большое такое принятие пути своего ребёнка, вот это был самый большой, наверное, этап крупной моей жизни, перехода к фасилитации, к каким-то коучинговым вещам. То есть вот такое, когда ты разрешаешь и близкому человеку. То есть принимаешь и отпускаешь. Следовать своим. Да, 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 в собственное плавание. И вот очень хороший переход у нас получается. Я просто знаю, что ещё есть ученики ваши, которые в собственном плавании уже успешны. Вот насколько вам это приятно, их успех, насколько вы за ними следите, потому что даже то, что вижу я, это уже много, да. То есть те люди, которые учились на бизнес-визуализации, они уже открывают собственные направления, собственное дело. Люди, которые учились на agile программах, тоже уже в свободном плавании, мы их видим, они уже становятся сами брендами. На фасилитации сейчас тоже. На фасилитации тоже. Я, Анна, я радуюсь. Иногда до слёз. Ну то есть вот такое, знаете, слёзы умиления. Да, безусловно, есть какое-то внутреннее, да, мой кусочек тоже здесь есть. Но это вот без показного какого-то. Потому что и у меня были учителя, которым я благодарна, и у которых можно тоже поучиться тому, как они радуются за меня. Это же такая история, она же передающаяся друг друга. А при этом сейчас, получается, те люди, которые у меня учились, особенно с фасилитацией, мы в одной идеологической и методологической школе, то мы делаем крупные проекты, я зову их делать крупные проекты. Потому что это можно сделать только вместе. И искренне радуюсь, что в каких-то вещах они мудрее, и, может быть, методичнее, чем я. То есть вот это отношение к последователям, оно не должно быть с привкусом зависти, оно не должно быть с привкусом какого-то собственнического такого чувства, что вот моё не отдам. Это вот воспитание, взращивание последователей, и они несут, в общем-то, то же самое, может быть, даже видение, которое вы передаете. Как-то развивают это, конечно. Да, развивают, опять же, сообщество, потому что это те люди, которые, в общем, следуют выученным или переданным вами каким-то принципам. Правильно? Да. Это так? Да, и мне хочется сейчас, чтобы те, которые вот в этих сюхари, вот эти три уровня, которые пока сейчас пытаются передавать в том виде, в котором я передала, чтобы они переходили на вторую ступеньку, начинали пробовать свои варианты, есть такие люди, да, и, естественно, хочется, чтобы они были вот на третьей ступеньке, когда они не только в рамках наших каких-то парадигм были, да, а начинали уже развивать и, возможно, и свое сообщество и так далее. Но в любом случае это классно. Да, и мы за это вам очень благодарны, Елена. Но я бы логично перешла к следующему вопросу, а именно расширению и масштабируемости этого бизнеса и этого направления, потому что мы говорили с одним из бизнес-тренеров о том, как можно расти и развиваться, да, становиться, собственно, во главе пирамиды своих учеников, которые бы в дальнейшем учили и каким-то образом, ну, способствовали наращиванию дохода того, кто эту методику создал. Вот можно ли это сделать в вашем бизнесе? Потому что, на мой взгляд, вот от человека очень многое зависит. Если нет самого создателя, или нет самого человека, очень сложно делать так же, делать тот же самый продукт. Вот именно в этой сфере. Как вы думаете, ваше мнение какое здесь? Ну, у меня в голове образ не пирамидальный, то есть у меня это сеть. У меня к деньгам вообще такое отношение очень простое. Они могут быть, а могут не быть. Но в любом случае ты будешь делать то, для чего твое сердце, от чего твое сердце поёт. И с теми людьми, которых хочется обнять, как Полухин сказал, Полунин. Да, Полунин. Соответственно, я никогда не задумывалась о том, чтобы, как жёстко монетизировать вот ту сеть и сообщество, которое ты развиваешь. Я не знаю почему. Сейчас сижу и думаю, вот, наверное, дурочка какая-то. То есть нужно, наверное, чего-то там создать и каким-то образом делать. Но то, что важно обстукиваться друг об друга на встречах и за счёт этого развиваться, это безусловно. Потому что, когда ты передал частичку, то ты ответственен за то, чтобы туда ещё больше передавалось и был взаимообмен, и, соответственно, сеть наполнялась такими смысловыми какими-то вещами, качественными вещами. И не только от тебя. Новыми зданиями, наверное, да. То есть то, что привносится в неё уже молодыми участниками, те, кто идёт за нами, перенимая опыт. Да, и у меня в этом смысле, вот сейчас ещё раз ловлю себя на мысль, что нету такого, что, ага, значит, нам энное количество денег нужно заработать, такой бизнес-план на тех людях, с которыми ты работаешь, такого нет. Но при этом деньги есть и заказы есть, и, не сглазить, но я думаю, что всё хорошо. И у тех людей, с которыми ты работаешь, тоже всё хорошо. И это, мне кажется, ну, круто. То есть одним из рецептов вашего именно успеха является то, что вы не ставите прибыль на первое место, а ставите людей на первое место, их развитие и помощь. Это правда. Тем компаниям, которые с вами хотят сотрудничать, которые ищут помощи, да, у вас и в вашем продукте. И я благодарна вам за это, потому что время пролетело моментально. Мы сейчас подведём итоги. Мы поговорили о том, что такое бизнес-фасилитация, что такое создание сообществ и сообществ таких, которые могут жить самостоятельно и живут самостоятельно. А также поговорили о непростой роли лидера, как её видит Елена Литвинова, потому что все наши гости, которые сидят здесь в студии, они имеют свою точку зрения на то, что же такое бренд-лидера и как им стать. И у меня к Елене осталось несколько блиц-вопросов коротеньких. Давайте начнём с первого. Что нужно, чтобы стать классным фасилитатором? О, снять корону, поработать со своим эго. Спасибо. Следующий вопрос. В чём бренд-лидера Елены Литвиновой? Открытость. Это, наверное, в первую очередь открытость и душевность. И мы уже сегодня говорили несколько раз о термине видения, о том, что лидер не может быть без видения и тем он и отличается от менеджера, от руководителя. Вот в чём видение ваше, да, и где вы будете через 5-10 лет, возможно? Ой, как хочется, да? Да, конечно, сейчас всё для вас и всё исполнится. Я не знаю, через 5 или 10 лет это будет, может быть, через 15, но это, мне кажется, что это горы, горы с хорошим интернетом, с улочками в городе и при этом я работаю. Я не могу не работать, это правда. Ну, то есть, я работаю, но это вот в горах с интернетом и какая-то мультиканальность, не знаю, вот так вот. Замечательно. И теперь напоследок уже совсем футуралистический такой вопрос. Почему? Потому что я обожаю Шьелла Норстрюма, это человек, который приложил руку к созданию книги «Бизнес в стиле фанк», и он сейчас уже позиционирует себя как футуролог. И вот он говорит о трендах, говорит о том, что нас ждет в будущем, и он говорит о том, что города будут смещаться к аэропортам, будут такие хабы, люди могут выбирать, где им жить, они будут двигаться, перемещаться по планете со своей экспертизой. Вот как бы вы видели будущее бизнес-образования, возможно, образования руководителей, потому что все-таки эта передача она передача Стокгольмской школы экономики. Вот мне было интересно ваше видение. Здесь можно не в формате БЛИЦ ответить, а действительно поговорить о том, как вы видите этот тренд. Вы знаете, мне кажется, что с точки зрения образования и добавив сюда мою веру в сообщество, в силу сообществ, мы, возможно, вернемся к форматам, которые забытые, таким, как бизнес-кэмпы, когда люди выезжают со своими складными стульчиками, чтобы слушать и рассказывать с определенными темами. И это сейчас есть, безусловно, но думаю, что тут какой-то технологичности добавится для того, чтобы с одной стороны сами знания какие-то, которые нужно знать, они ужались бы, как-то и очень быстро передавались, но увеличилось бы время на коммуникацию. На обсуждение. Да. То есть я верю в коммуникативную вот эту составляющую людей, и мне кажется, вот в этом заложен принцип будущего образования. Спасибо большое, дорогие зрители. спасибо огромное Елене Литвиновой. Я вам желаю, чтобы через 10-15 лет вы действительно были в горах и занимались любимым делом, а мы будем стараться стать такими же яркими лидерами, как вы. Благодарю вас. Анна, спасибо большое. Спасибо. Лидерами. Гениально. Спасибо. 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 .